Здравствуйте, дорогие сообщники Школы Рождество! Сегодня я хотела бы пригласить вас в театр. Девушки отдыхают На сцене в одном месте скрипит пол. Каждый раз, когда я наступаю на это место, слышится пи! Я не могу хорошо танцевать. Я очень огорчен. Простите, пожалуйста, обещаю вам все немедленно исправить. И когда публика разошлась по домам, и в театре погасли огни, директор взял молоток, выбрал самые длинные гвозди и поднялся на сцену. Тук-тук. Скрипит или нет? Тук-тук. Скрипит или нет? Пип. Директор прибил это место гвоздями и на другой день сказал балерине. Все исправлено. Я прибил половицу гвоздями. Больше пол не будет скрипеть. Спасибо. Вы очень внимательный директор. Тем временем зал наполнился публикой, зазвучал оркестр и... Опять. Как только балерина наступила на то место, раздалось громкое пи... В антракте она позвала директора и спросила. Вы, кажется, сказали, что... Все исправили, и пол больше не скрипит. Вот. Послушайте. Пи... Пожалуйста, смените эти скрипучие половицы. Вызвали паркетчика. Директор принес гвозди и молоток. Вдвоем они сняли скрипучие половицы и хотели уж заменить их новыми, как вдруг... Увидели. На том самом месте, где были скрипучие половицы... Игрушечного Тедди-медвежонка. Ой, какой славный медвежонок! Она подняла его с пола и прижала к груди. Пи... Сказал Тедди. Так вот кто во всем виноват. Это он говорил пи... Все засмеялись. Директор прибил на место половицу. Опять заиграла музыка. И балерина танцевала в тот вечер лучше, чем всегда. После концерта она поехала домой и прихватила с собой медвежонка. Было уже поздно. Ее маленький сын крепко спал. И она положила Тедди рядом с ним на кровать. Утром мальчик проснулся. Увидел у себя на кровати медвежонка. И крепко его обнял. И Тедди ответил ему. Пи... Субтитры создавал DimaTorzok Такой, как нагрели мультфильм, можно сделать и самим. А теперь мы покажем, как. Сначала вам необходимо выбрать или сочинить текст. Это может быть текст песни, сказки, рассказы, стихотворения. Мы в этот раз взяли сказку английского писателя и актера Дональда Бисота. Следующий шаг – это превращение исходного текста в сценарий, если это, конечно, не текст песни, из которой, как известно, слов не выкинешь. Обсудите друг с другом, каких именно героев вы хотите изобразить и понадобятся ли вам еще какие-то тени, кроме действующих лиц. Мы, например, решили, что в нашем мультфильме все действие будет разворачиваться на одной сцене. Поэтому, придав фасаду здания вид театральной декорации, мы сделали своего рода обрамление для происходящего. С помощью этого приема мы хотели добиться цельности кадра, а именно, чтобы все его составляющие неизменно собирались в гармоничную композицию. Затем мы определились с набором персонажей. Как вы могли заметить, не все герои, упомянутые в ходе повествования, отбросили на экран свою тень. Так вы вовсе не увидели паркетчика или хотя бы одного из участников оркестра. Тем не менее, музыканты отыграли свою программу от увертюры до финального аккорда, а паркетчик появился в виде рук, перекладывающих половицы. Со зрителями мы поступили следующим образом. Чтобы не делать множество отдельных человечков, мы объединили ряд кресел в один силуэт. Что же касается основных действующих лиц, балерину и директора, мы решили сделать в нескольких ракурсах. Для особенно важных моментов постановки можно сделать крупные планы героев, переграв их масштаб. Я вот сделала портрет недовольной балерины, чтобы яснее передать ее эмоцию. Когда становится понятным фронт работ, рассудите, кто кому достанется на отрисовку. Обратите внимание, если я намечаю длинную прорезь, я оставляю небольшие перемычки. Они нам необходимы. В конечном итоге вам будет удобнее управляться с фигурками из плотной бумаги. Мы склеивали такую из двух листов ватмана и покрывали ее с обеих сторон черной краской, чтобы тень была максимально контрастной. Однако прежде, чем вырезать персонажа из картона, лучше сделать несколько пробных набросков на обычной бумаге, чтобы как можно точнее попасть в характер героя. Не забывайте, что в театре теней выразительность силуэта важнее всего. Отберите несколько наиболее удачных эскизов. Это будут ваши шаблоны. Перенесите изображение на покрашенный картон. А теперь вырезаем их. Поскольку картон заметно плотнее пищей бумаги, вырезать из него будет практичнее с помощью канцелярского ножа. Вырезайте сначала мелкие и внутренние детали, затем переходите к большим и, наконец, к внешним линиям рисунка. Еще немного, и вы сможете приступить к репетиции или же к съемкам. Да, не забывайте вовремя подкрепиться. Самое время установить экран. Мы использовали обыкновенную белую скатерть, натянув ее на деревянную раму. Вы можете поступить проще. Натяните веревку и повесьте на нее кусок ткани. Чтобы зафиксировать ее в вертикальном положении, растяните два нижних угла, привязав их к батарее или ножке стола. Чтобы уберечь себя и своих близких от падения, украсьте растяжки яркими сигнальными лоскутками, лентами или кусочками цветного скотча. Экран готов. Осталось выставить свет. Поместите за экран яркую лампу. Чтобы смягчить ее направленный свет, можно сделать для нее колпачок из кальки. Если вам предусмотрены неподвижные части композиции, прикрепите их к экрану с помощью булавок или двустороннего скотча. Как я уже говорила, для большей контрастности силуэтов по отношению к экрану, их лучше делать из материала, не пропускающего через себя свет. Но это вовсе не означает, что надо избегать полупрозрачных теней. Интересные эффекты дает на просвет цветная бумага, смятая калька, даже обыкновенные полиэтиленовые пакеты. Именно из них мы сделали окружающий театр облака и воздушную подушку, на которой спит маленький сын балерины. Тень получается четкой, если фигурка будет прижата к экрану плотно. Находясь от него в некотором отдалении, она даст более размытый и увеличенный силуэт. Руки тоже отбрасывают тень. Поэтому, чтобы они не портили кадр, мы подносили фигурки к экрану в нужный по сценарию момент с помощью тонких палочек. Они, в свою очередь, крепились к деталям с помощью пластилина. На стороне экрана, обращенной к зрителям и за кулисами, все выглядит совсем по-разному. Думаю, вы и сами это прекрасно знаете, если хотя бы однажды пробовали сделать сказку. Думаю, вы и сами это прекрасно знаете. Мы подумали, что будет здорово, если вы всей семьей снимете свое теневое, анимационное или кукольное видео и пришлете его на школьную почту. Тогда у нас может получиться уникальный выпуск мультфильмов «Весна 2020». Давайте попробуем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok